Всем нам известен ультрапопулярный и побивший рекорд по онлайну PUBG, или вернее сказать PlayerUnknown's Battlegrounds. Та самая игра в режиме королевской битвы, где 100 человек на серьезных щах пытается выжить любой ценой. Ведь в живых останется только один, он же получает все лавры. Впрочем, все лавры так или иначе достаются именно самой игре, ведь она платная и там еще и сундуки есть. Короче, вторая CS, как сравнил ее сам создатель игры, причем на текущий момент в классической версии 1.6, кстати. Остальные же игроделы, явно оценив прибыльность и хайповость направления, наверняка в своих кулуарах уже пилят самостоятельные игры на тему королевской битвы, или допиливают существующие до этого режима, чтобы собрать немножко сливок. Одной из первых таких игр стала Fortnite, уже сейчас запустившая первичный тест режима Battle Royale и анонсирующая непосредственный запуск на 26 сентября. Надеюсь, кстати, что это сегодня. А вот чем королевская битва Fortnite отличается от PUBG, мы сегодня и разберемся. Поехали! Привет, ковбои! Мое имя и войс Ребус, это просто канал об играх и скажу сразу, что Fortnite это вообще-то игра про другое. Буквально на днях на моем канале уже вышел большой обзор на эту игру. Советую посмотреть, так как скорее всего она вам будет интересна. Ссылочка в описании. Но если вкратце, то это Майнкрафта-шутер с элементами Tower Defense. Вы играете за персонажа, который умеет использовать оружие, строить и ставить ловушки. А ваша цель обычно это защита какой-то точки от толп зомби в компании еще нескольких игроков. Это если коротко. Сам зомбоапокалипсис, кстати, вызвал некий шторм. И вот тут-то мы уже прямиком переходим в сторону нового режима королевской битвы. Ведь именно этот шторм и будет вас убивать, постепенно сужая зону активных действий. Но мы забежали немножко вперед. Сам по себе режим королевской битвы, когда все противники бьются друг против друга, и победителем становится только один последний оставшийся в живых, был известен уже давно. Это не новость и не что-то прям уж слишком новое. Причем такой формат битвы применялся не только в играх, но и например в реальной жизни, в рестлинге. И очень-очень давно. В играх же Battle Royale никогда не являлся доминирующим режимом. Максимум одним из, причем не самым популярным. Или вовсе проводился как некий ивент. Помню, что-то подобное даже в ArcheAge было. Но впервые, так яростно и громко, этот режим показал себя именно в PUBG. Который изначально был неким модом для армы. Потом для DZ. И уже тогда, даже в рамках модификации, был достаточно популярен. Чтобы авторы этих модов быстренько прибрали к рукам, дали ему команду и сказали пилить игру. Так мы увидели PUBG со всеми его багами, тормозами и особенностями вождения. Такой игра полюбилась миллионам. Причем одному из них даже одновременно. Как Epic Games пришла в голову идея сделать на основе игры про уничтожение зомби новый режим Battle Royale, я не знаю. Интервью разработчиков я на эту тему не читал, просто потому что его нет. Но это не отменяет того факта, что сам режим уже введен. Прямо здесь и прямо сейчас вы уже можете в него поиграть. А если сегодня и вправду 26 сентября или даже далее, то вы скорее всего сможете это сделать бесплатно. Я повторюсь, бесплатно. То есть для того, чтобы поиграть в этот режим и оценить его, вам достаточно лишь зарегистрироваться и скачать игру. Все. Можете наслаждаться режимом королевской битвы и уже потом прикупить основную игру и наслаждаться ей. То есть в принципе на этом все. Можете уже ставить игру на скачивание по ссылке в описании. И добавлять меня в друзьяшки, так как будет реализована возможность играть в дуо и скварди. Но, а пока она скачивается и устанавливается, я вам все-таки немного расскажу, чем же Fortnite отличается от PUBG. Во-первых, несмотря на отдельный режим и обособленности в плане прокачки достижения от основного режима спасения мира, вы все так же будете играть в Fortnite. То есть все, что касается анимации, текстурок, дизайна, останется неизменным. Даже внешний вид ваших героев пока полностью повторяет внешний вид героев из основного режима. Если не понимаете о чем я, посмотрите большой обзор или просто поиграйте в Fortnite. Для новых игроков это по сути ничего не изменит. Но что важно, так это то, что все достижения основного режима спасения мира не будут действовать в режиме королевской битвы. Ведь по игровым правилам Battle Royale базовое состояние всех участников должно быть максимально приближено друг к другу в угоду баланса и честности. Более того, для нового режима эпики по сути пересоздали свою игру. Они создали новую карту, новую механику, все перебалансили, у героев убрали все скиллы фактически оставив только шкурки разнообразия ради. Все оружие тоже систематизировали и перебалансили под пвп, что-то убрав или наоборот добавив. Уже сейчас играя нет ощущения, что режим какой-то сырой. Его анонсировали лишь бы поскорее выпустить. Уже сейчас тут реализовано все, что необходимо для наслаждения режимом королевской битвы. А начинается все с того, что вы оказываетесь в некотором хабе, где собственно говоря собираются все 100 игроков в ожидании начала своего матча. Есть возможность побегать, поискать оружие и позабавляться стреляя из него, дабы убить время. Потом вы на летающем автобусе Battle Bus на воздушном шаре летите на остров Жатвы для проведения королевской битвы насмерть. Высаживайтесь в любом удобном для вас месте, лутаетесь, сражаетесь и умираете. Ну или выживаете, что случается гораздо реже. Знакомо, не правда ли? Но и тут есть свои особенности. Самое главное из них это то, что у вас не отобрали возможность собирать базовые ресурсы в виде дерева, камня и железа. Это значит, что в любой момент, даже в чистом поле, вы сможете построить для себя убежище. Я уже молчу про всякие лесенки для подъема на недосягаемую высоту, где засел снайпер. Хотя, признаться честно, использовать эту возможность в нужное время и в нужном месте не всегда получается. Ну, просто потому, что ты не привык это делать. Также оставили возможность ставить ловушки. Только теперь их находишь наравне с оружием. И честно скажу, они действительно иногда выручают. Особенно на более поздних этапах игры. Также, в отличие от PUBG, весь наш инвентарь представлен в виде шести ячеек. Первая всегда по дефолту занята киркой, для добывания ресурсов и поломки построек. Остальные пять свободны и используются на все остальное. То есть, любое ваше оружие занимает ячейку. Гранаты тоже занимают ячейку. Ловушки занимают ячейку. Бинты занимают ячейку. И даже склянка энергощита до ее применения занимает ячейку. Отсутствие инвентаря, конечно, немного облегчает взаимодействие с миром. И ты не отвлекаешь на него в полу выживания. Но пять ячеек как-то уж совсем маловато. Так-то, для бинтов, считай, гранат можно было бы дополнительные слоты сделать, например. С другой стороны, тут как бы все в твоих руках. Что тебе важнее, то и бери. Бинтов, гранат и трех видов оружия в принципе более чем достаточно. А склянку энергощита, это ту, что типа брони, всегда можно применить на себя и не занимать этим слот. Отсутствие инвентаря также несет в себе и другие особенности. Например, в игре нет одежды, нет брони. Соответственно, нет рюкзаков, касок и сковородок. Только энергощит в виде эликсира. В игре нет понятия лимит веса или обвесов на пушке. А все лечение представлено только бинтами, поднимающими хп до 75%. Патроны на оружие, благо есть, им даже не нужны ячейки. Правда, по ощущениям их меньше, чем в пуг и вечно не хватает. Эпики для режима королевской битвы смогли научить своих персонажей приседать, чего не было в основной игре. Хотя не скажу, что там это когда-нибудь пригодилось бы. А вот с позиции лежать и уж тем более ползать или даже выглядывать, пока никак. Так же, как и с видами транспорта. Только свои двои и только хардкор. Впрочем, благодаря отсутствию понятия выносливость, проблем с набеганием до зоны даже с одной части карты в другую нет. Если только тебя не подстрелят по пути. Соответственно, энергетиков и обезболивающих тоже нет. Да что говорить, если по большому счету вашего персонажа тоже нет. Как минимум сейчас вам дается просто рандомная моделька, с которой вы ничего не можете сделать. А учитывая полное отсутствие кастомайзера и в том числе одежды, а также то, что все персонажи должны быть равны, мы получим полное отсутствие вознаграждения за игру. Я конечно не занимал первое место еще, может быть там что-то и дают. Но за все остальные вы ничего не получаете точно. Что ну очень странно воспринимается после основной игры. Да и вообще плохо сказывается на мотивации побеждать и быть первым. Ближнего оружия, кстати, тоже нет. Но с самого начала игры ты можешь использовать кирку. И она куда удобнее кулачного боя в пупуга. А вот огнестрельного оружия достаточно много. От обычных пистолетов до гранатометов и снайперок. При этом сам процесс поиска лута немного отличается. В пупугу весь лут незаметно, относительно, лежит на полу. И даже пользуясь табом иногда легко что-то пропустить. В фортнайт же все висит в воздухе, еще и обрамленное цветной аурой. А потому пройти мимо какого-то оружия довольно сложно. Помимо просто висящего в воздухе оружия, в королевской битве от эпиков есть и сундуки. Их найти сложнее, даже несмотря на то, что они источают некий свет и своеобразный звуковой сигнал, как и в основной игре, кстати. Но это только потому, что встречаются они реже и обычно хорошо запрятаны. Причем иногда без кирки и дополнительной пристройки к ним не пробраться. Зато лут у них всегда на порядок лучше, чем то, что находишь просто в поле. Кстати, все атакующее оружие имеет свою эпичность. Чем более эпичный предмет тебе попался, тем он лучше, наносит больше урона, больше обойма, точнее стреляет, ну и так далее. Ну, вот в принципе и все отличия. Несмотря на то, что базовая механика едина, это королевская битва на 100 человек, на острове и с постоянно сужающейся зоной активных действий, игры очень сильно отличаются. Эпики сделали свою королевскую битву проще, удобнее и без серьезных щей. Fortnite в рамках этого режима не тактическая игра про выживание, а просто развлекательный шутер с некоторыми механиками основной игры и явными отличиями от пубок. Играется проще, живее и гораздо быстрее. Войти в десятку можно буквально минут за 5-10, если повезет поубивать всех в самом начале. Безусловно, этот режим еще требует до работ. Как минимум мотивации занимать первое место и кастомайза. Не обязательно при этом, чтобы шмот был на самой карте, но возможность создавать своего собственного героя и как-то его отличить от других очень важна. Но я уверен, эпики это и без меня прекрасно знают. А учитывая, что на момент записи этого ролика игра все еще в первом тестировании, на момент релиза игры разработчики явно должны выкатить большой патч. Вот тогда и посмотрим. На текущий же момент мы заканчиваем. Я надеюсь игра у вас уже скачалась и вы заходите в нее, чтобы попробовать сами. Не забудьте поставить ролику лайк и подписаться на канал. Оставляйте в комментариях свои впечатления от режима и советы по наибольшей эффективности. Ну а мы увидимся в следующем видео уже очень скоро. А пока на этом всем пока-пока.